Меня зовут Гусев Виталий, я являюсь учителем физкультуры школы 15-18. Наша школа участвует в проекте «Футбол в школе». И сегодня мы проведем урок физкультуры с элементами футбола. Дети, сегодня у нас с вами проходит заключительный урок физической культуры. И сегодня к нам приехал необычный гость, первый тренер игрока питерского «Зенита» и сборной России Андрея Муставова Дмитрий Васильевич Митрофанов. Прошу попринесла. Очень приятно, да. Здравствуйте. Спасибо. Занимался я плаванием, потом легкоатлетикой. И тренер пригласил играть в команде в школы на кожный мяч. И мы неплохо выступили. И после этого мне предложили заниматься футболом. Это было достаточно уже лет 14-13, где-то 13. Порядка 10 лет мы играли, достаточно неплохой уровень был, очень неплохой. В сложные времена наступили, там завод был, мотор строительный, который нас финансировал. Ну, в общем-то, он обанкротился. А потом, ну, так как вот и звание мастера спорта присвоили, предложили поработать в детской школе. Мы приехали сюда, в Москву, на турнир, где участвовали команды «Динамо» и «ЦСК». И очень, ну, будем так говорить, удачно выступили. В команду «ЦСК» пригласили. Там можно его больше пригласить, но вот сказали, что трех человек мы приглашаем пока на данный момент. Ну и через некоторое время как бы и меня пригласили как тренера-помощника на возрасте, в 1986-м годе. Мне уже как раз было 40 лет. Кстати, один из выпускников 86-го года рождения судит премьер-лигу, это Евгений Кокуляк. «ЦСК», ну, естественно, более профессионально, более требовательно. Ну и тренеры в «ЦСК», вот особенно вот, извините, старой формации, скажу, но есть было чему поучиться. Потом мне дали 97-й год рождения. Андрей был из тех детей, которые очень-очень любили футбол. Многие из них старались. Вот это, я считаю, что самое основное в футболе старание. Оно, собственно говоря, я считаю, что и Андрея в будущем довело до того, что он стал таким, как он сейчас есть. Я думаю, дальше будет расти. Мы переехали в Москву, когда мне было 4 года. А у меня уже родственники жили в Москве, тоже из Омска переехали раньше. И они жили в районе Сокола. И у меня есть мой троюродный брат, который очень увлекался футболом. Ну и знал, конечно, что Академия ЦСК находится рядом с домом. Брат читал газету, и что сегодня проходит набор в Академию. И все, и вот просто мы взяли, собрались и пошли. Огромное количество людей было. И как-то вот меня туда взяли. Насколько я помню, он был такой тихонень, наверное, скромный. Не могу сказать, что он там супер какой-то дисциплинированный был. Ну, обычный. Вот обычный, небольшого роста. Но упрямый, любознательный. Задавал вопросы разные, футбольные. Причем не могу даже сказать, что он там чем-то выделялся. Да я не знал, куда я иду даже, чтобы меня что-то взяли. Я думаю, я всегда шустрый был. А потом когда спрашивал, как вообще берут, ну, такие шкеты бегают, как вот можно отобрать в Академию. Ну, кто более шустрый, быстрый, там, мобильный такой, наверное, так убирает. Ну, я, конечно, в детстве был быстрый, шустрый, заведенный. Три года прошло, мы там нормативы сдавали по физической подготовке. Такой момент очень ярко помнится, что он маленький, прыгнул в длину дальше, чем многие большие. То есть с места прыжок в длину, это как бы о многом говорит. И после этого уже начал внимательнее относиться, что ли. И к нему, и к некоторым детям, которые, на мой взгляд, были на данный момент более перспективными, что ли. В детстве большая разница, когда ты в начале года родился и в конце, там, в январский, ноябрьский, 11 месяцев разница. И, в принципе, я сам по себе был самый маленький. Это вот, если, там, вот мы одна команда, и там, смотришь на одного ребенка, и на меня, там, два года разница, ну, так вот, если посмотреть. И, конечно, там, в детстве, это когда большая такая разница, и, ну, мне тяжело, конечно, было физически. 15-16, наверное, да, выровнялся, и вот, как бы, так вот все пошло. Ну, я, наверное, соглашусь, наверное, что прям в детстве, в детстве я не супер-мега выделялся на фоне всех, как бы всегда на уровне был, вот, ну, может быть, ну, ему виднее, он ему виднее, он опытнее, наверное. Повезло в жизни, что с родителями мы с ними всегда находили взаимопонимание, я, ну, по крайней мере, советовал то, что я мог, посоветовал то, что я считал на данный момент правильным. Я расскажу историю, мама рассказывала. Мы переехали в Москву, ну, как бы там у отца, может, не так все хорошо пошло, как он рассчитывал, он в бизнесе, там, потому что в работе. И была мысль, что все, возвращаться обратно в Омск. И мама подошла к Дмитрию Васильевичу, рассказала историю, что такое вот возможно, что, может быть, уедем обратно в Омск. И он сказал, типа, сделайте все возможное, чтобы Андрей остался в футболе. И мама, я помню, она мне сейчас рассказывает, я понимала, если даже отец бы решил бы уехать, говорит, я бы осталась бы в Москве, бы по-любому с тобой, и ты дальше бы играл в футбол. И это вот после диалога Дмитрия Васильевича и моей мамы. Ну, так как они еще были маленькие, особо такого, чтобы отжиматься, ну, там, или приседать, кувыркаться за провинции какие-то, ну, было, наверное, но это частично там немного было. Они очень боялись, что их на тренировке освободят от игры в футбол. Раз не послушал, там, два не послушал, или что-то другое делал. Пожалуйста, садись на лавочку, сиди, смотри, как ребята твои занимаются. Повторый раз Дмитрий Васильевич выгонял из тренировки, ну, там, помню, одна тренировка была, я помню, ударили по ноге. Я очень сильно разозлился, и парень бежал, я просто там вкатился сзади прям максимально жестко. Мне сказали, все, иди отсюда. Я, конечно, ушел, потом извинилась перед своим партнером. И один раз, я помню, тоже была ситуация, я дал передачу своему партнеру и побежал в штрафную. И в этот момент Дмитрий Васильевич устанавливает тренировку, говорит, Андрей, я почему туда побежал? А я стою, я не смог ответить на этот вопрос. Я просто стою, молчу. Он говорит, ну, все, иди с тренировки. Надо и будет спросить, если он вспомнит, конечно, это. А потом, чтобы ругали, что-то, ну, это, я думаю, неправильно в детстве ругать. Что-то, ошибки ошибками, типа ты можешь сказать, что ты неправильно, что ты сделал неправильно, но чтобы ругать, я думаю, это не надо. У меня очень хорошее всегда воспоминание о Дмитрии Васильевича. Как-то, не знаю, мне казалось, может быть, он считает так, что у него ко мне как будто какое-то отдельное отношение было. Ну, не знаю, может быть, так каждый будет считать. В детстве тем более. Но у меня очень хорошие отношения с ним были. Я помню, очень много разговаривал со мной, даже в таком юном возрасте. Как человек, прям очень хороший психолог, считаю, помимо того, что хороший тренер. Мне кажется, главное, любовь к футболу он дал. Потому что надо любить свое дело. И тем более первый человек, который вот на тебе показывает, что такое футбол. И вот он видео мне показал, рассказал. И вот я все углубился полностью. Это дело. Я думаю, вот это самое важное, чтобы дать ребенку, чтобы ему начало нравиться его дело. Я думаю, вот это у него хорошо получилось. Вот Андрей, он был вот, ну, не выше восточного, маленький мостовой. И вот он, да, у него тоже не получалось. Он там и поплакивал чуть-чуть, там иногда, о, не получается. Вот, но очень-очень старался. Не обязательно в школу, как бы, там, ССК или в Динамо играть. Бывает, может, с низкого, с низких школ, с уроком физкультуры, потом, наоборот, дети могут добиться более высоких результатов. Наша школа участвует в проекте футбол в школе с этого года. И очень заметно, что большое количество детей заинтересовались футболом, и количество детей в секциях значительно пополнилось. Вот, особенно девочек. Это касается как непосредственно в физическом плане, да, то есть они приходят в зал на тренировки, получают большое удовольствие от игры в футбол, так и в различных конкурсах, например, творческих конкурсах, то есть рисуют рисунки на тему футбола в школе, вот, проводим с детьми футбольные карусели, вот, и многие другие интересные задания. Ну, я думаю, конечно, это хорошая история. Многие дети, которые там, ну, опять же, как у меня получилось, я даже не думал про футбол, просто меня отвели туда, и мне это понравилось. Вот, и вот так же, конечно, у обычного ребенка популяризация футбола в школе, я думаю, это будет, ну, это очень хорошо. У меня не было вот футбола в школе, поэтому, я думаю, конечно, хорошо. Если одного-двух футболистов вот по этой программе найдут для сборной России, думаю, это будет очень хорошо. У нас немножечко были изменения в структуре в футбольной школе, ну, и пришлось уже, как бы, на другой год, на 98-й. Там тоже есть люди, которые играют. Федя Чалов, Ваня Олейников, это тоже люди, которые, там, Федя все-таки тоже сборный. Я порядка до двух с половиной лет с ними работал. Не только они двое, там еще есть достаточно талантливые дети, которые, ну, я считаю, что могли быть вверху. Не знаю, по каким причинам не получилось. Хорошие воспоминания, но они как бы иногда ностальгические, поэтому вот в этот момент стараюсь отогнать все. И, наверное, это сказалось на общении дальнейшем. Ну, и с самим Андреем тоже. Последний раз, настолько я помню, что мы виделись, по-моему, на сборах в Турции с ним. Он играл и то еще, как говорится, начинал профессиональную карьеру второй лиги. И вот мы виделись, там, поменились мнениями, ну, как бы, не более того. Ну, к сожалению, так, я даже не могу что-то добавить такое. Вот такая ситуация сложилась. Возможно, это мой какой-то характер, не совсем правильный, как мы говорим. Блин, честно, я не вспомню. Наверное, я... Ну, я думаю, мы точно с ним виделись, ну, после того, как он перестал меня тренировать. Ну, потому что он, в принципе, в ЦСКА тоже остался. Я был в ЦСКА. Помню, в 98-м году просто Чалава взял. Ой-ой-ой, сложный, сложный вопрос. Не вспомню. Ну, я, по-моему, где-то лет 5 назад, наверное, созвонились. 4, может, 5. Да. Мы там, получается, общие знакомые наши были. Мы там отдыхали, там, за городом. И еще, да, мы так пару слов по телефону поговорили немножко. Я сейчас скажу по поводу телефонов. У меня недавно произошел очень сильный сбой. Симка вся пропала. То есть мне пришлось новый, ну, как бы, телефон и новые все восстановления. ЗВОНОК Да. Алло, Дмитрий Васильевич. Здравствуйте, это Андрей Мостовой. Помните такого? Да, Андрюшка, привет. Как тебе дела? Да, ничего, нормально в отпуске. Ну, ты собираешься рвать когти, извини, такое выражение, нет? Да, да, все, с этого сезона, обещаю, все. Ну, надо, надо. Ты мне скажи, пожалуйста, как мама, как отцов, что мы уже все, я вас давно уже не видел, не слушал, что хотел бы хотя бы что-то это. Да, да, можно, конечно, могли бы там и встретиться, конечно. У вас, у вас все хорошо? Дмитрий Васильевич, здоровье, все хорошо? Да, да, да. Ну, так, ничего, нормально. Ну, видишь, я в Соколе сейчас, там разные там были времена, но это, ладно, после, это, главное, это, главное, сейчас 10-й год. Вот я тебе пример привожу. Спасибо, спасибо большое. Ну, про книги, может быть, даже... Да, 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 я напишу, да, я напишу, там еще и родители еще возьму, да, посидим, давайте, давайте, с удовольствием. Да, значит, да, с удовольствием, я с удовольствием, ты знаешь, я как бы, кроме голодовки, за любой шухер. Да, договорились, договорились. Да, давай, давай. Все, обнимаю, да, спасибо, хорошего дня. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Да, да, спасибо большое. Ну приятно. Надо помнить, помнить, да, кто помог тебе. Путь в сборную начинается со школы.